здравствуйте дорогие друзья с вами художник светлана романова и сегодня как вы из названия уже поняли мы с вами зайдем недавно открывшийся магазин арк квартал на большом проспекте петроградской стороны ранее магазин находился на черной речке вот сейчас сюда на петроградскую сторону он переехал и я сделаю небольшой обзор товаров которые можно здесь увидеть пока мне показалось что на черной речке было несколько больше ассортимент ну тем не менее возможно магазин еще пополнится вот можно посмотреть что есть вот пастель различных марок я пастелью не так много работаю но тем не менее иногда обращая внимание что-то вот себе покупаю я не могу сказать что я самый большой специалист вообще всем маркам всех материалов не из какие-то излюбленные проверенные какие-то марки новые появляются что-то я беру на пробу вот этой пастелью я пока еще не пробовала наработать ничего не могу сказать интересного если кто покупал кто работал поделитесь впечатлениями на сей счет вот это сухая и масляная мне очень нравится работать и сухой масляной пастели масляные даже больше поскольку сухая пастель все-таки требует очень трепетного к себе отношения что мне понравилось то что в одном месте какие-то материалы можно попробовать ознакомиться на подоконнике там сделано такое местечко где есть пробники многих материалов признаться я некоторые материалы даже не знала для акрилом различные блокноты склейки варень производителей это кажется акварельные краски в тубах акриловые краски термокампус вот это вот известная марка ван гог тоже акварель вот это вот различные для акрила всевозможные какие-то ускорители и что там еще подкладки и я не так много пишу акрилом и мало пользуюсь какими-то дополнительными средствами но все тем не менее это и есть краски есть и импортные отечественные ван гог достаточно дорогие дорогой материал это вот наш питерский низкая палитра красочки можно купить как наборах так и отдельно какие-то дополнительно тоже цвет цветовые ветки вот это вот акварель сонелье французское отечественные есть я конечно много пользовалась фирмы невская палитра эти краски раньше назывались ленинград сейчас они называются белой ночи уже такая проверенная знакомая акварель есть кисти опять же отечественные вот фирмы рублев дают кисти рублев есть и синтетические и натуральный ворс и есть интересные кисти где смешанный курс одновременно и синтетика и натуральный вот такие мальби этюдники этюдники опять же краски вот масляные краски импортные вот я тут долго рассматривала какие-то белила я люблю покупать белила в больших тюбиках и вообще для большие для больших работ конечно выгоднее покупать вот в таких больших тюбиках краски долгое там разбиралась потому что там было обозначено что краски для фона вот мне было не очень понятно обычно белила бывают титановые цинковые здесь вот стояла такая пометка для фона то есть все пыталась разобраться что имеется ввиду если это не масляный грунт то что есть конечно белила более круче и белила такие более алисировочные я бы сказала но это все зависит от различных марок и в зависимости от того что и как вы пишете как используете каждый художник конечно сам должен приноравливаться к различным маркам к различным производителям но вот такой тюбик где-то 1300 по моему стоил белила наверное многое есть на сайте на сайт я пока не заходила иногда интереснее живу непосредственно посмотреть материалы вот ну кассиры продавцы девушки помогают разобраться с материалами принципе много где есть перевод но если иногда непонятно назначение того или иного материала то иногда там необходимо бывает консультация вот по-моему там я все уточняла как из и сколько стоит материал материалы конечно в целом сейчас не дешевые вот это вот уже несколько палитра мастер-класс масляные краски отечественные наш питерский производитель они тоже различного уровня бывает по моему ладога это считается как эскизные краски более дешевые и мастер-класс это краски высокого уровня высокого качества мастихины есть также отечественные импортные различных форм современная живопись очень любит мастихины иногда они просто технически необходимы когда почистить палитру ну и различные маркеры красители и сейчас очень много конечно материалов для художественной деятельности для декоративных работ это уже готовые холсты различных размеров опять же различные подрамники качества там есть круглые вот холсты в рулонах это вот холст на картоне для эскизов такая вещь неплохая ну опять же советовать что-либо сложно поскольку советовать надо что-то пробуя имея уже опыт с той или иной фирмой я достаточно часто холсты готовы вела сама себе ну иногда да покупаю готовый холст ну не так часто на самом деле да это муторное достаточно занятие натягивать холст проклеивать его желатином грунтовать ну как-то я вы знаете привыкла этим заниматься и не очень большого труда это не составляет хотя я думаю что многие художники конечно уже пишут на готовых холстах возможно кто-то и дополнительно сам еще грунту возможно нет вообще это такая для тем более для серьезных работ достаточно серьезная работа подготовка холста поскольку некачественно выполненный холст может ну буквально убить работу мало того что на ней будет достаточно сложно работать ну и со временем она может отслоиться потрескаться чего бы любому мастеру не хотелось поэтому важно соблюдение всех этапов подготовки холста ну вот справа бумага слева тоже какие-то ножи степлеры там еще какие-то декоративные элементы там для пайки для декоративных работ вот бумага для пастели есть акварельная бумага тоже различные так вот здесь что-то есть для золочения лаки различные лаки фиксативы баллонах и фиксативы для различных декоративных работ тоже баллонах краски есть интересные мольберты так такие такой облегченный вариант любительские и даже вот один такой хороший очень профессиональный мольберт для больших работ порядка 20 тысяч рублей кажется французский я усмотрела вот ну для такого хорошего мольберта мне кажется достаточно нормальная цена вообще мольберт как хорошая машина он может слушать долго но если не гнаться за модными тенденциями так ну и еще вот это я немножко пробегаю по акварельной бумаги я тоже не самый большой спец в акварельной бумаге чтобы вот сейчас на данный момент прямо проводить какие-то сравнения то есть я пробую что-то мне больше меньше нравится но мне кажется это все очень индивидуально на самом деле каждый что-то подбирает под себя как холсты как краски точно также акварельную бумагу ну то есть можно на какие-то советы ориентироваться но на самом деле все равно каждому художнику придется еще и самому делать эту работу вот это вот такое местечко где можно протестировать на подоконнике какие-то маркеры карандаши ну вот такой краткий обзор надеюсь он мной полезен я напомню что у меня несколько каналов вот здесь постарайтесь еще ссылочки в конце это мой канал как художники канал шествия канал о санкт-петербурге а выставках я решила информацию разбить по разным направлениям поэтому выбирайте подписывайтесь надеюсь им будет не только интересный но и полезный до новых встреч на ютюбе пока пока спасибо а